Новый проект «Самары ГИС» захватил всех. Толстого читают артисты театра, музыканты, художники, политики, журналисты, экономисты, бизнесмены и все самарцы. Солдаты, я поздравляю вас! Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратора. Знаменитая трилогия «Хождение по мукам» знакома почти каждому. В ней осмысливается опыт революции и гражданской войны. События 100-летней давности продолжают волновать и по сей день. Тем более, что действия происходят и в революционной Самаре в том числе. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Город, казалось, крепко спал. И бой, беготня, крики только приснились. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Читаем Толстого под руководством историка, литературы веда и ведущего телеканала «Самара ГИС» Михаила Перепелкина. Ну, подумать же, сёстры. Это за границей писалось. Он, конечно, перерабатывал. Михаил Анатольевич уверен, перечитывание самарских страниц романа позволит и участникам этой акции, и зрителям почувствовать себя внутри событий начала 20-го века. Революция осталась в прошлом, но революция продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока не подведены все ее итоги. Нам, разумеется, их тоже не подвести. Но мы попробуем сделать то, что в наших силах. Посмотреть на революционные события изнутри них самих. Неторопливое, вдумчивое чтение выглядит необычно на фоне современного ритма жизни с его информационным водоворотом и постоянным отсутствием времени. А время начала трансляции во сколько? Вот 5 июня показывают одного человека. Ну, то есть, вот мы с вами сейчас запишемся, пять человек. В понедельник будет один, во вторник – второй. И так каждый день, начиная с сегодня, 5 июня, а каждую пятницу – большой выпуск в 18.30. Олеся Корецкая, События.